Итак, друзья, исключительно специально для вас мы приехали на полигон Ну, это полигон не полигон, но место удачное тем, что оно по периметру окружено обваловкой Мы просто не сможем никому испортить настроение, жизнь и мешать своими звуками громких бабахов Также я понимаю, что сравнивать два материала, которые полностью и физическими, и механическими, и различными другими свойствами отличаются друг от друга Это в крайней степени некорректно, но в данном случае мы же говорим о моей стройке, а моя стройка была из пеноблока Ну и для вашего же интереса мы сейчас сравним два самых дешевых и самых дорогих материала в строительной тематике Это будет клееный брус и это будет пеноблок Поехали! У нас есть торцовки, но брать их и просто разбивать молотком, это было бы, наверное, ну, как все Мы сделаем интереснее Мы будем испытывать наши торцовочки 16-м калибром гладкоствольного ружья Итак, друзья мои, что мы сегодня с вами имеем? Это жидкость для розжига, потому что чаще всего на всех ютубовских платформах выкладывают бензин Я хочу жидкость для розжига Дальше, сам бензин, он тоже будет Гранаты Дальше, у нас есть такая замечательная штука, пиротехническая, на основе Корсара номер 10 Это мы тоже будем с вами использовать Ну и теперь, отличный, замечательный, проверенный ТОС-16 Посмотрите, друзья, насколько уже входит наша петарда Прелесть, да? Все-таки хочу еще углубить ее по максимуму, чтобы она прям банч был, взрыв, супер А, еще, друзья, момент Это, ну, вы понимаете, да, что это бракованные материалы И, конечно же, мне отдали то, что, в принципе, не пойдет в производство Поэтому я считаю, раз он бракованный, соответственно, он еще и слаб Мы сегодня это с вами и проверим Вы готовы приступить к испытаниям? Ну что, начинаем? Нет ничего надежнее простых советских спичек Так, давайте сразу ставочки делаем Разорвет ее или нет? Или просто будет громко? Как вы считаете? Я не знаю Вы это видели? Ааа, вот это было жесть Так, ну давайте поднимать будем всю эту конструкцию Нифига себе! Вот это петарда, блин! Ребят, ну я хочу сказать, что по клеевому шву вообще нигде не вырвало Смотрите, рвануло просто по мякоти Но нам же этого недостаточно Мы же будем исследовать дальше А я не нашел еще клочок, смотрите Вот это было вот отсюда А где остальное-то? Подождите, она рванула Она рванула, и должно туда улететь было Вы же по кадрам все видели Камера как раз это снимала Это Очень мощная граната Но я предлагаю на этом не останавливаться Я посчитал, что будет нечестно Если мы то же самое не сделаем с пеноблоком Пеноблок разорвет на клочки, мне кажется Просто Но давайте не будем делать поспешных выводов Итак, друзья Попытка номер два Камера, пожалуйста, выживи Выдержи это У тебя расстояние 3 метра Ты должна выдержать Вы сами все для себя поняли Я не буду давать комментариев Никаких Что еще взорвем Дерево Нет? Давайте сейчас проведем испытание клеевого шва Но проводить эти испытания мы будем с вами интересным путем Не таким, как это делают обычно на ютубе Мы будем стрелять из 16-го калибра Нашей торцовочке Суть какая? Мы сейчас будем стрелять по торцовкам И смотреть, насколько клеевой шов разрушается Вообще разрушается ли он Для того, чтобы было... Я не знаю, насколько пуля сильная Как она вообще будет пробивать эту деревяшку Поэтому я буду ставить по 2 планки А потом мы с вами будем анализировать Окей? Поехали Ну что, друзья, опыт номер 2 Лаз не задело Собираем Тут пуля прошла, да, у нас Это, наверное, первая была Вот эта Через нее пуля прошла И вторую она начала превращать уже Клочки Блин, а мы найдем сейчас все Так, вот он клочок Сразу видно, да? Клеевого шва Нет Может, конечно, вам интереснее было традиционным путем Чтобы я просто брал И долбил молотком Но, по-моему, так прикольнее получается Так, здесь тоже... А, вот пуля прошла Через вторую Она вот так стояла И вот, короче, пуля ее Тоже насквозь То есть мы пулю сегодня найти, наверное, не получится Поэтому, чтобы мы пулю нашли Давайте будем использовать три Что, наставляем дальше, да? Следующий Будем еще стрелять? Хорошо, я так и знал Я так и знал, друзья Еще одна шестнашка Поехали Что-то они все разлетаются Хоть пулю найти Давайте попробуем Так, и второе Сразу не монтируя Этот момент Чтобы вы ничего не сказали потом мне Чтоб не было никаких Эффектов Мы с вами Смотрим Кстати, попали мы прям в клеевой шов Попали мы идеально Прям куда надо, да? Отречно пошла не по нему Хорошо, одна у нас осталась живая Здесь мы видим выпавший сучок Но тоже пуля насквозь Клеевого шва нет Нет И здесь по клею ничего не прошло У меня такое ощущение, что изначально досочек было больше Может нам стрельнуть в торец Чтобы узнать, насколько хотя бы пуля заходит Не, ну дальше-то куда уж лететь, да? Ну это максимально Куда еще можно лететь было? Стрелять по пеноблоку будем? Хотите? Есть пеноблок еще вот Давайте в него тоже шмальнем А то как-то нечестно, да? Мы вроде дерево все расстреляли Поняли, что оно разлетается в хлам Давайте для чистоты эксперимента Мы, наверное, и это сделаем Но это будет хотя бы как-то по-честному, я считаю Люблю выходные поохотиться Просто кайф И вам интересно И мне прикольно Что нам еще делать? Деревенским пацанам Так, ребятки Сейчас я, короче, шмаляю по пеноблоку И мы узнаем, он разлетается вообще в труху или нет За ним, кстати, дублирующий пеноблок Может быть, пуля его остановит Посмотрим? Поехали Не везет нам, так не везет, да? Вот я уверен Вот если ты хоть раз стрелял из ружья Вот ты, вот именно ты Не знаю, как тебя зовут, друг То, я уверен, ты прямо сейчас Почувствовал этот запах пороха, да? Почувствовал? Значит, ты настоящий охотник и строитель Вот оно входное Вот оно выходное И вот вопрос, смотрите Если у нас доски разлетались в хлам А пеноблок все-таки остался Так что мне теперь хвалить его или нет? Ну, это вы мне сами скажете Так, а вот эта штука у нас должна была встретить пулю в лоб Она вот так стояла Слушайте, так она вон что-то и встретила Или нет? Не знаю Но доска, доска у нас последняя разлетелась Это факт Трещины есть Но ни одной по-клеевому Ну, мне кажется, вот это был, друзья Самый честный сейчас для вас экспертиза Если бы я ставил бы эти доски Наверное, на какие-то подставочки И бил бы по ним молотком Считаю, что это был бы не совсем честный эксперимент И тут я мог бы вас обмануть А в случае с ружьем Не знаю, что еще может быть, да? Какие еще могут быть интересные эксперименты? Ну, короче, насчет клея Я точно уже не волнуюсь и не парюсь Теперь второй вопрос, который нас всех волнует Хорошо, по-клеевому не разламывается Значит, клеевой шов хороший Он сейчас отлично держит Но возникает второй вопрос А на сколько лет хватит этого клеевого шва? И поэтому у меня и для вас есть специальный ответ Он заготовлен у меня дома Короче, несколько вот таких штук Я оставил у себя на стройке Мы приедем, возьмем их И с вами просто утопим в воде Они будут просто лежать Вот сейчас весна, как раз сейчас тает Замерзает, тает, замерзает Замерзает, тает, тает, замерзает И мы возьмем с вами просто деревяшки Торцовочки вот эти прям И положим их в воду И пусть они у нас всю весну замерзают и тают Ну и по итогу мы с вами летом уже поймем Будут они расслаиваться или нет Потому что мне действительно самому интересно Так, ребят, ну с этим мы закончили Взрывами и патронами Но мы не закончили со всеми огневыми испытаниями И сейчас будет интересно Не переключайтесь Следующая наша тема Это огневые испытания клееного бруса Ладно, ладно, я понял Это не шутки, это серьезное мероприятие Давайте будем серьезно относиться к вопросу Короче, по сообщениям ГО и ЧС Сегодня будет пожароопасная ситуация На клееном брусе Соблюдайте все меры безопасности Поехали Первое, с чего мы начнем Это будет бензин Простой, 95-й бензин А потом уже серьезная артиллерия Вы готовы? Сейчас будет жестко Может быть перспектива, что мы и сожжем это все Прям прет Больше горит само дерево Там просто дупло И в этом месте, когда я лил из канистры Туда очень много бензина И оттуда сейчас идет тяга Но, как я вижу, ребят Верхний брус не захватило С той стороны даже гореть ничего не стало Смотрите, огонь-то потихонечку тухнет Ребят, ну и что мы видим? Горело-то не то Мы-то ждали, что клеенка будет гореть А горело у нас само бревно Само дерево А клееному брусу хоть бы что Я знаю секрет, но думаю, вы сами догадаетесь Когда догадаетесь, расскажите мне Ну это прикольно Это прикольно Если мы сейчас с бревна уберем на... А давайте попробуем Мы с бревна уберем просто на снег И посмотрим, что будет Мы сейчас будем жечь Также бензином Ну сейчас же хорошо было Сейчас прям хорошо, да? Посмотрим Вы знаете, ребят Вот в данном случае У меня была надежда на пороки древесины Которые не вырезали при производстве Ну то есть это в брак ушел брус Пороки были Была трещина Вот там смоляной карман И он... Я думал, он будет гореть Я уверен был, что он будет хорошо гореть Но смоляной карман Также не поддержал огонь Странно, почему? У меня есть ответ на это Но чуть позже Надеюсь, что сейчас вы в комментариях Дадите какие-то свои мысли Пока сейчас идет видео Почему он не горит Если вы думаете, что все-таки Его обработали огнебиозащитой Этот диванный эксперт, конечно же, так и скажет А умный человек поймет, что Огонь был красный, нормальный Это не был синим огнем И явно это никак не связано Мы можем хоть сколько с вами Обливать его и поджигать Смотрите, есть один секрет Почему горит вон в том месте Я вам сейчас покажу Этот брус был отбракован Это было исследование нового станка И вот это место, оно зарезано И здесь есть какие-то пазики Какие-то эти И поэтому здесь она и занимается немножко Еще загорается немножко Но с той стороны вы заметили Никаких нет его просто И все, это бесполезно Хоть вы столько его ждите Он не будет гореть Наше сегодняшнее испытание Я должен немного подытожить Вы сейчас спрашиваете Я уверен, те, кто досмотрел до конца Имеют сейчас такой вопрос Денис, а для чего ты нам в принципе Рассказываешь о клееном брусе? Ведь ты же пеноблочник Это как первый момент Второй момент Если ты все-таки хочешь его распиарить И рассказать, какой он замечательный Какого фига ты строил дом из пеноблока? На этот ответ у меня был в предыдущем ролике Все касаемо, конечно же, финансов Потому что клееный брус Один из самых дорогих строительных материалов на рынке Невозможно с этим не согласиться Сегодня было испробовано два материала Это было, конечно, в юмористической форме Но для того, чтобы вам показать Просто, ну, немножко вас развеять Там 15 минут провести в приятной, хорошей атмосфере Я думаю, все равно было интересно Согласитесь? Я так и не ответил на ваш вопрос Почему же клееный брус не горит? Все просто Брус максимально сухой Он склеен при очень плотном прессе То есть это, по сути, монолитная болванка Вы знаете, насколько сложно зажечь чурку И как легко зажечь наколотый материал Если мы сейчас этот брус наколем топором на мелкие щепки Он будет гореть просто ярким пламенем Сейчас же он монолитная конструкция Очень плотного сжатия И максимально сухой Не путать с трухлей, которая была на доме 20 лет простояла И она уже просто Она тоже сухая Но она просто сухая от того, что она старая Здесь же молодое дерево Которое искусственно довели до резкой высушки Буквально за неделю он лишился всей влаги, которая в нем была 10% влажности Это, по факту, отсутствие любой воды Он не будет огонь распространять Он может его поддержать Но гореть самостоятельно стена не будет Все это из-за того, что он максимально высушен принудительным путем И склеен очень плотно в монолитную конструкцию А монолит не горит Вот и все Так, сейчас я хочу ответить на два главных вопроса Почему горит дом? И у меня на это есть три основных ответа Первый Неосторожное обращение с огнем То есть дети нашли спички Что-то подожгли Дом загорелся Вот тебе и беда Второй вариант Вас решили поджечь Третье Это короткое замыкание Теперь разберем подробнее Первое Дети нашли спички и что-то подожгли Стены поджигать они не будут Они подожгут вещи Если загорелись вещи, друзья Сгорит все, что есть в этом доме Загорится мебель Загорятся шторы Загорятся обои Загорится потолок Все это будет капать Все это будет вонять Все это будет гореть И выбирать температуру Второй вариант Если вас решили поджечь Как вы думаете Кто-то будет спичками чиркать Или обливать вашу стену бензином? Есть много других способов Таких как, например, коктейль молотого Не будет никто сидеть, чиркать И спичку пихать в стену Уверен И третий вариант Это короткое замыкание Но если вы построили дом по уму Если вы подошли к этому вопросу серьезно Если вашему дому не 300 лет То все будет в порядке А теперь разберем интересный момент Когда я собирался строить свой дом У меня было главное условие В доме должно быть максимально пожаробезопасно Поэтому я и выбрал пеноблок отчасти То есть я знал, что это будет в любом случае каменный дом Я был против дерева Все в доме должно быть монолитное Это было мое главное условие Монолит Бетон, пеноблок, кирпич, штукатурка Никаких ОСБшек Никаких ДСПшек ДВПшек и так далее Я даже шкафы сделал встроенные Чтобы минимизировать мебель Но теперь возвращаясь к нашей мысли о том Как горит дом Мы с вами понимаем Что вы из бетона кровать не сделаете Вы не сделаете кровлю из бетона Она будет деревянной И как вы ее не защищаете вашими антиперенами Она будет отлично гореть Если этот дом соберутся поджечь Еще раз хочу задать один главный вопрос Что самое важное в вашем доме? В доме, который вы строите? Правильно? Самое важное в вашем доме Это человеческая жизнь Это ваша жизнь Жизнь ваших детей Ваших родных и ваших близких А теперь давайте представим Что, не дай бог Дом все-таки загорелся Ни для кого не секрет Что все спальни делаются на втором этаже Просыпаются хозяева Спрыгивают со своей кровати Чтобы спастись А бетонная плита каменного дома Адски горячая Потому что снизу идет пожар Страшно Мало того, что она максимально горячая Она еще и начинает прогибаться Потому что арматура, насколько мы знаем Она работает на растяжение Она держит на растяжение Бетон, он может без арматуры держать на сжатии Те, кто строит, еще знают один момент Работает во время нагрузок на плиту Работает нижняя арматура И представьте, температура Жарит потолок До нижней арматуры в плите Всего лишь 2 сантиметра Как думаете, долго нагреется? Все, плита начинает тянуться Она начинает ложиться Понимаете? Спастись крайне сложно В деревянной же конструкции балка Возьмите плаху 50 на 200 Простую 50 Поставьте руку Возьмите газовую горелку Вот так приложите И жгите 10 минут Жгите 15 минут Ничего не будет Ваша рука может почувствовать Немножечко температуры Вот минимальную такую И то это будет через 20 минут Если вы возьмете бетонку 5 сантиметровую И начнете жечь Я думаю, на пятой минуте Вы уже прям будете Ощущать очень сильное влияние На свою руку температуры Никого не призываю Ни к чему Строить из дерева Строить из камня Друзья, решать только вам Я лишь могу просто констатировать моменты Которые сам изучил И хочу передать вам Вот и вся моя задача И последний момент Который я вам обещал Собственно, помните? Бонусом Бонусом для тех, кто досмотрел до конца Я вот эти вещи Сейчас, когда мы приедем Раскидаю в самые га-га-га Нехорошие места Сейчас вот тут Тут у меня с крыши капает И тут будет сейчас все таять Это вот раз Специально видео я не буду снимать По итогу, что с этим произошло Я вам об этом расскажу в сообществе Выложу фотографию Давайте вот здесь тоже Блин, тут только грязи все будет Два Так, а, вот еще места хорошие Пойдемте Здесь, короче Вот куда я сейчас иду Здесь постоянно Вечером оттаивает Ночью замерзает И вот как раз Смотрите И вот эти два места Мы и оставим Вот Мне кажется, месяц Это как раз будет Самые такие ходовые испытания Вот сейчас это все набухнет Потом замерзнет Потом разбухнет И, короче И вот так мы это все дело И испытаем И посмотрим Они так и будут здесь валяться А я буду вам периодически показывать Рассказывать Что с ними происходит Собственно, все По-моему, мы сегодня прикольно побалдели Я думаю, всем понравилось Мне, во всяком случае, точно понравилось Как вам, не знаю Расскажите Я был очень раз вас видеть Друзья, стройте на позитиве Стройте свой дом Изучайте материалы Смотрите И главное Не заморачивайтесь Ребята Просто кайфуйте Нравится строить Проснулся сегодня утром Хочу строить Садись и ехай Строй А, у меня нет денег А, сегодня дождь А, жена попросила Ну, жена попросила Кстати, надо делать Надо что-то там еще Начинаешь придумать себе мысли Блин Фигня это все Захотел строить Строй Захотел отдыхать Отдыхай Все наши проблемы От того, что мы заморачиваемся Не надо заморачиваться Кайфуйте Парни Я был рад вас сегодня видеть А я вас вижу Каждого вижу Вы же у меня все в сообществе Я вас всех вижу До скорых встреч В нашем новом видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok